МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за эпидемии коронавируса российские учебные заведения перешли на дистанционное образование. Занятия в российских школах остановились 23 марта, а минувшая неделя для республиканских школ была первой в режиме удаленного доступа. Вместе с тем, если система будет налажена, возможно, что в будущем ее можно будет использовать, например, с детьми, которые долго лежат в больнице, но могут и хотят продолжать заниматься. Конечно, объективное качество дистанционного образования говорить пока рано. В региональном ведомстве отмечают, свежая статистика появится не раньше мая, но уже сейчас можно подвести кое-какие итоги. О том, как региональная образовательная система адаптировалась в новых условиях и какие новшества ждут школьников и студентов, нам рассказала министр образования Карачаева-Черкесской республики Инна Кравченко. Инна Владимировна, скажите, пожалуйста, в каком формате обучение сейчас проходит в школах, в вузах, в колледжах? 6 апреля 2020 года все наши школьники, студенты, учителя, преподаватели среднепрофессиональных заведений, вузов находятся на самоизоляции. Обучение у нас осуществляется в дистанционном режиме. На сегодняшний день в нашей республике 53 тысячи учащихся. И основная наша задача – организовать обучение каждого ребенка в таких условиях. За период каникул и нерабочих дней образовательными организациями, всеми учителями проведена большая подготовительная работа по дистанционному обучению. Понятно, что это метод для нас новый, который охватывает абсолютно сегодня всех учеников и учителей. Сейчас платформа, которая позволяет это делать, она перезагружена. И мы это понимаем, потому что все ученики со всей страны подключились к дистанционному обучению. Онлайн-уроки невозможно везде организовать в силу некоторых причин, в том числе и технических причин. Есть, к сожалению, сегодня населенные пункты, где невозможно покрытие интернета. Поэтому для учителей, для каждой образовательной организации мы направили методические рекомендации, как в таких ситуациях действовать. Но еще раз хочу повториться, что основная задача, чтобы все наши дети были задействованы в образовательном процессе. Поэтому там у нас выработано три основных варианта. Первый вариант – это когда у ребенка хороший интернет, есть технические устройства, есть и компьютеры, и гаджеты, есть и дайвисы, которые позволяют качественно выполнять все образовательные требования. Есть второй вариант – когда у ребенка слабый интернет или только интернет в телефоне. Тогда ребенок может подключиться и проводить в режиме оффлайна все эти уроки. И есть третий вариант – когда у ребенка нет ни интернета, ни технических возможностей. Вот здесь мы призываем учителей подойти точечно к каждому ребенку, индивидуально. И так называемые бумажные у нас есть кейсы, когда передаются задания из рук в руки или непосредственно через родителей. Или на информационных стендах на территории каждой образовательной организации также размещаются задания. Любыми способами и любыми средствами, методами можно передавать на сегодняшний день задания. Еще раз говорю, ни один ребенок, ни один ученик на сегодняшний день, независимо от ситуации, без внимания со стороны педагогов, образовательная организация оставаться не должен. Хочу также обратить внимание, что на помощь нам в данной ситуации пришел телеканал Архиз-24. Мы с огромным удовольствием сегодня практикуем ежедневные уроки, телеуроки, которые ведут наши лучшие педагоги республики из муниципальных образовательных организаций, из городских. Это уроки для нашей начальной школы. Поэтому детей и родители с удовольствием приглашаем просматривать эти уроки, много полезной информации. Что касается старших классов, мы буквально на днях с Министерства просвещения получили методические рекомендации. Где рекомендуют всем ученикам с 1 по 8 класс, 10 классы, чтобы уроки проводили не в онлайн режиме, а в оффлайн режиме. Чтобы освободить ресурсы технические и освободить время для того, чтобы смогли 9 классы и 11 классы сегодня усиленно готовиться к государственной итоговой аттестации. Именно эти ресурсы в режиме онлайн оставить, использовать для 9 и 11 классов. Хотелось бы отдельно сказать, что в период проведения и подготовки к дистанционной форме обучения, большая работа сегодня проводится Институтом повышения квалификации, где у нас сегодня создан Центр поддержки учителей по сопровождению дистанционного обучения. Мы обращаемся ко всем учителям. Вот эта неделя, первая неделя дистанционного обучения, она у нас была адаптирующая. Достаточно сложно было и учителям, и ученикам, и родителям. Мы призывали учителей, чтобы в эту неделю у нас не было неудовлетворительных оценок, чтобы мы детей заинтересовали данным методом обучения. Еще раз говорю, индивидуально подошли к каждому ребенку, нашли путь ребенка к этому методу обучения обязательно. Мы также обращаем внимание, что уроки не должны по продолжительности быть больше 30 минут. Мы понимаем, что это техническое устройство, ресурсы, это дети, когда сидят перед компьютерами, перед экранами, там есть свои санитарные требования и нормы, поэтому обязательно должны быть перерывы между уроками. Мы также обращаемся к учителям и просим, чтобы детей не перегружали домашним заданием. Помимо той работы, которую они проводят с учителями оффлайн, онлайн, детям задаются еще домашние задания в той же форме. Получается, дети у нас загружены целый день. Этого делать тоже не стоит. То есть, чтобы отторжения у детей не вызывать данным дистанционным обучением. На эти моменты мы также обращаем пристальное внимание. Будут ли какие-то изменения в регламенте проведения ОГЭ и ЕГЭ? Больше всего обеспокоенность и со стороны родителей, конечно, вызывают эти у нас ученики на сегодняшний день. Рособорнадзором уже принято решение Министерством просвещения, что девятиклассники в этом году основной государственный экзамен будут сдавать только по двум основным предметам. Министерство просвещения и Рособорнадзор определяют периоды, в которых пройдут основной государственный экзамен. А сами образовательные организации по согласованию с учредителем и региональным министерством образования и науки должны определить дату и время проведения основного государственного экзамена. В этом году проведение основного государственного экзамена ГИА-9 допускается проведение в каждой образовательной организации. Но этот вопрос мы будем еще рассматривать, прорабатывать и дополнительно проинформируем. Что касается единого государственного экзамена, то согласно расписанию федерального он также пройдет в соответствии с единым федеральным расписанием. Пока запланировано начало экзаменов на 8 июня, то есть по сравнению с прошлыми годами перенесено на 2 недели позже. Русский язык запланирован на 11 июня и математика базовая и профильная на 15 июня. Сегодня уже размещено ориентировочное расписание, с которым можно ознакомиться для общественного обсуждения. Разместили пока это расписание. Если никаких изменений больше не будет, то приблизительно с 8 июня у нас начнется государственная итоговая аттестация в 11 классах. На сегодняшний день есть возможность, и это решает сама образовательная организация, аттестовать 11 классы по итогам третьей четверти по предметам, которые не относятся к ЕГЭ. То есть ребенок не выбрал их в качестве ЕГЭ. И большой упор будет сделан на предметы ЕГЭ. Предварительно у нас ЕГЭ стартует с 8 июня. 11 июня у нас будет проведен русский язык. 15 июня ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. И основной этап завершится 29 июня в соответствии с федеральным расписанием. Резервные дни планируются, что завершатся до 11 июля. На сайте Федерального института педагогических измерений размещены различные материалы для самостоятельной подготовки к экзаменам. И в ближайшие дни, я хочу подчеркнуть, будут опубликованы уже и методические рекомендации, обращая внимание всех учеников 11 классов на данную информацию. До 14 апреля должны быть размещены уже варианты ЕГЭ и ОГЭ 2020 года для выпускников этого года, чтобы они могли потренироваться уже на реальных примерах. Поэтому время надо не терять, а усиленно заниматься. Что бы Вы посоветовали родителям, которые сейчас оказались в какой-то мере в сложной ситуации? Дистанционное обучение – это обучение, которое требует внимания и усилия как от педагогов, так и от родителей и, конечно, детей. И здесь хотелось бы призвать и обратить внимание наших родителей, что они являются на сегодняшний день самыми активными и основными помощниками между школой и учеником. И сегодня именно родители должны создать организацию рабочего места для ученика, правильно его настроить, я бы даже сказала, психологически настроить. Поддержать сегодня должны ученика и психологически, и технически необходимо поддержать ребенка. Еще раз повторю, что этот метод обучения для нас, для всех он новый. То есть сегодня мы полностью все погрузились в данный метод. Он более приемлем был, может быть, для студентов колледжей и студентов вузов. Они сталкивались с этим. В школах же это был частичный метод использования и познания каких-то определенных знаний и ресурсов. А сегодня мы все погрузились. Поэтому хочу сказать, что и учителя сегодня учатся, осваивают новые технологии. Им тоже непросто. И ученики, и, конечно, родители. И хочу пожелать всем терпения, сказать, что эта мера, она временна, что все пройдет. И как только ситуация стабилизируется, мы, конечно же, вернемся в наши родные школы. Что показал предварительный мониторинг дистанционного обучения? Какие итоги вы можете подвести уже сейчас? Формат дистанционного обучения, риски, возможности находятся на ежедневном контроле главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова. По его поручению мы ежедневно проводим мониторинги технических возможностей наших учеников, технических возможностей школ, учителей. И мы выяснили, что у нас есть населенные пункты, а, соответственно, есть образовательные организации, где интернет на сегодняшний день, к сожалению, пока не дошел в силу технических причин. Вот, к сожалению, эти школы, а это мы посчитали полутора восемьсот семьдесят пять учеников, сегодня будут заниматься по бумажным кейсам, как мы сказали. То есть непосредственно от учителей получать задания. Это в основном школы, которые расположены в сельской местности, но, соответственно, есть проблемы у учителей. Не у всех учителей также есть дома технические средства, поэтому им дозволено приходить в школу по гибкому графику и вещать информацию или отрабатывать консультации непосредственно с учеником тет-а-тет, чтобы не было никакого скопления в образовательных организациях по такому сценарию. То есть в настоящее время все сценарии у нас приемлемы, но еще раз говорю, чтобы ни один ученик сегодня без внимания, без образовательного процесса не оставался и был охвачен. И наша, конечно, сегодня основная задача – создать равные возможности для учеников. Но вот с учетом данной технологии и с учетом реализации данной организации дистанционного процесса это не получается. Но мы очень стараемся, поэтому и обращаемся к родителям быть надежной опорой нам в данной ситуации.